Всем привет, вы на канале БКЛ И знаете, что я решил? Я решил, что я всё-таки запишу вторую часть бас-симулятора 21 с голосом В предыдущем видео я говорил то, что все последующие части прохождения этой игры я буду снимать без голоса, то есть просто геймплей Но сегодня вот так вот получилось Вот так вот я решил, собственно спонтанно снять видео с голосом Вот, просто я снимаю видео без голоса, потому что во-первых, я так привык на своём канале делать, во-вторых, у меня просто не всегда есть возможность именно своими комментариями видео делать записать только любой геймплей Но сегодня я решил всё-таки порадовать вас таким вот видео где я не просто тупо хожу езжу а ещё при этом говорю Не знаю, насколько насколько моя речь будет, собственно улучшать это видео и здесь, потому что они будут всякое говно говорить, как в прошлый раз, потому что я себя потом слушаю на видео после того, как его записываю это просто какой-то кошмар Ну что ж, садимся в наш прекрасный вот этот вот Ситара который мы купили в прошлой серии и мы заканчиваем на вот этой покрасочной Теда куда у нас Везла мира сейчас нам нужно, значит, как понимаем выехать на маршрут вот мы выполнили два из трёх заданий прокатитесь по городу нам нужно выполнить это задание получиться зарплату на маршруте 2 благодаря вашему новому автобусу Ситара Кейн нужно выбрать маршрут и вот это вот рут 2 видите, кстати, здесь всё написано количество остановок назначено автобуса пока что их нет кстати, интересно, почему бегает здесь это я такого ещё не видел что ж, выбираем наш вот этот Ситара замечательный, сильненький такой и выезжаем все на маршрут только я здесь немножко, так сказать, повёрнут вот, да, всё я, короче, нажал вернуть автобус на улицу и всё стало нормально значит так, друзья сейчас, подождите нужно свет правильно настроить вот так вот давайте попробуем развернуться прямо вот так потому что нам нужно в другую сторону я что-то не уверен, что мне получится ну да, не получилось ладно сейчас попробуем так, мы уперлись в бордюр теперь поворачиваем роль и давай, давай, давай всё нормас замечательно выезжаем к первой остановочке здесь просто так машина стоит в общем, друзья судя по тому что судя, типа по тому, как я вчера поиграл на другой компании когда создал отдельно от видео просто мне захотелось поиграть без видео на другой уже компании там сейчас пройти несколько маршотов потом нам так сказать спойлер дадут бесплатный автобус-гармошку точнее, нет, не гармошку нам идут старый джей это просто длинный автобус с тремя дверьми он не гармошка хотя, почему-то в восемнадцатом басе мы летаем этот автобус вроде был гармошкой мы уже поймали нашу первую безбилетницу и она как-то очень смешно выразилась о том, что у нее билеты нет ладно, это уже так мелочь короче едем дальше о, я билет этот информатор как он остановки объявляет единственное, что мне не нравится это какой-то тут эффект типа эхо и даже не эхо в 18-м смеатри был эффект эхо а здесь какой-то такой эффект информатора как будто был ванной что-ли какой-то лучше на самом деле его не было но информатор конечно очень прикольный так подождите на мне на эту остановку вот я уже хотел здесь остановиться в общем как видите сейчас уже нормально вожу я привык к управлению этот сайт реалистичный режим я думаю на самом деле в первой серии то что это вообще будет невозможно управлять но я уже собственно привык мне все очень нравится даже по факту роль в принципе не нужен так вот здесь там можно остановиться как-то как-то не обратил внимания идеальное время ой кстати у нас зарплата пришла подробная информация о зарплате сколько же мы заработали ну 9 тысяч нормально в принципе так же как первый день первую нашу зарплату в общем мне что друзья я почему решил записать это видео с Кулусом потому что у меня очень много всего есть что сказать по поводу этой игры и просто рандомных мыслей вот конечно не всегда получится хорошо делать потому что мне сложно одновременно играть еще и при этом что-либо комментировать так что я это буду делать достаточно медленно сейчас какие-то продаю пассажирные билеты как же не тут все странные одеты вот какие-то синие волосы ну и так нормальный еще вот эта кариас смешная это вообще какая-то прям вся темная кожу и одежду странная девка в общем облик у всех NPC и даже у нас в том числе очень странно так пассажиры уже доставили мозг свою громкую слушать самого бас симулятора 18 очень надо ее вот эта фича кстати по-моему ее в этой части нельзя отрубить то что пассажир громко мозг слушает вот если в 18 части я точно помню можно вылету вырвить хотя почему ты этого не сделал то здесь нельзя по крайней пока что может там потом вновление выйдет так включаем пока что наши дворнички о все ну что тебе нужно пенсионер наш молодой очень на вид пенсионер раздачи нет шикарно отправляемся время кстати у нас 8.33 надо будет как-нибудь покататься днем или ночью это может быть дальше нас заставит пройти один ночной наш рут и кстати тут время можно перематывать в этой игре это просто замечательно в 18 8 метра вообще можно выбрать по факту только день ночь и рассвет заката почему-то не было что-то я проехал подожди я немножко не врубляюсь не врубляюсь боже не врубаюсь я не туда поехал ну делаем наше любимое то чему я уже в 18-ом бас-симуляторе научился очень хорошо делать это вот так вот разворачиваться так поворачиваю теперь направо и вот наша остановочка City Hall South я наверное сам подойду в качестве информатора для этой игры нас эти просят открыть карту все это время просят а но что пока новое задание создать маршрут нет это пока что не надо на самом деле вот все с этим нас свидетель справа появилось то что мы выполнили задание сейчас мы всему этому всему этому вернемся так вот у нас воздавили на экране собственно чуть попозже блин как-то мне непривычно вот этой кассы пользоваться потому что в 18 части немножко другой трофей здесь я тоже собственно привыкну да честно говоря я думаю то что касса здесь будет вообще абсолютно неудобной во-первых это дело привычки во-вторых просто я еще пользуюсь всего пару раз просто здесь дело в том что по факту сама касса осталась точно такой же но у нее изменился интерфейс вот и поэтому немножко непривычно мне кстати нравится то что здесь время показывается почему-то я не знаю как-то это как будто фичи бас метр 21 все время когда я вот типа в кабине автобуса нахожусь я обращаю внимание вот мне почему-то вот это панель серии нацепляем где время написано когда ты открываешь включается касса сейчас она почему-то не закрылась а ладно короче что-то глюканола окей пофиг свечи у нас установка сэнт антони черч напоминает установку сэнд пульс черч как было вообще в самой первой части этой трилогии игр баз-симулятор 16 если кто помнит так уважаемый чем не едем пассажир 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 разбудим вот он как раз ой слушайте как много безбелетников нам хорошо этим везет эти просто так обедим мне нужно срать боже мой ну и как обычно мы жестко прямо петляем по всем собственно заветам мозгов транса скажем так так у нас сказано на стоп я как понимаю сейчас не закончится маршрут да появится снизу справа эта плашка и мы сможем закончить маршрут я очень на это надеюсь да давайте не будем продолжать как-то мне уже ледит все делать давайте просто задерживаем C довольно долго задержим эту кнопку и у нас все заканчивается не работает а вот у нас уже водитель водительница точнее появилась красота вот так шикарно уехала и теперь будет колесить а я пошел выполнять свои задания так создайте маршрут который соединит сент-энтони и вест окут окут сейчас бы еще называть так у нас тут уже все само выделяется даже по факту курсором не нужно водить просто нажимаешь и все примите изменения вот вот так вот у нас маршрут кстати здесь пока что не сделана вот эта фича типа сбалансированный не сбалансированный это будет уже потом как пока что это недоступно автозначение автобусов благо 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 да а вот уже назначен автобус на давай мира как скажешь скорость времени между 10 и 12 часами вечера пропустить время так у нас не лучше вот так вот сделать быстрее 10 и 19 и получается нам нужно поставить ну например давайте 20 30 самый оптимальный вариант у нас все время сейчас будет проматываться прямо при нас прикольная эта анимация часов мне очень нравится как тут все сделано училась освещение применялось все на ночь хорошо что сделано прям только на самом деле довольно долго это никак нельзя пропустить ну и ладно как будто куда-то мы куда-то торопимся так дожди-ка нам нужно пройти по маршруту маршруту 3 хех между идти и 20 часами вечера вот выбираем выйти в рейс и давайте на мане у меня на самом деле больше нравится так посидите к автобусу на текущем маршруте снова простят автобус ну давайте значит кто-то переместится что-либо о достижении я здесь начальник тех давайте посмотрим что-то у нас вот все достижения просто значит интерес так стало ой я кстати уже довольно много достижений нафига себе тут правда достижения легкие слушайте мне не так что много осталось как-то я очень быстрых выполнений даже не думаю что так будет вот есть начальник сезару автобуса другого детей через меню маршрутов ну такой сеть достижения просто парк кнопкой нажать ну что есть почему все время когда я сажусь за автобус у меня видят третья улица включается ну ладно так у нас отключено да все так я включаюсь в кабине мне оно очень нравится ну и погнали друзья так тихо откроем окошко форточку так сказать да форточку друзья смешное слово форточка вообще обосраться от смеха можно я не знаю почему просто мне это слово смешит когда говорят не окно а форточка о боже вот уже наша первая остановка с выделенкой кстати есть однопутное движение но две полосы типа одна из полос это только для автобуса я как-то не понимаю этого прикола зачем здесь так сделано ах нет видимо понимаю когда Стивен остановки вот так вот преграждают путь машин могут по этому соседу рядом что ж сегодня проездной билет на одну поездку количество два ну что ж давай дедуля держи свой билетик шок кстати что вот здесь не появляются билеты когда ты их печатаешь как-то здесь реально много беспилетников их концентрация так сказать увеличилась постреливая с басовыми атомами 17 их реально стало больше на каждой остановке ловлю как минимум как минимум одного безбилетника честно говоря я не понимаю логики этих людей этих NPC какие же это люди почему они не могли просто у меня билет купить на входе нахера без билета ехать я же вот собственно стою точнее сижу и продаю билеты покупай не хочу они почему-то этого не делают интересно почему купить разный билет на поездку намного дешевле чем потом уплачивать штраф если я тебя спалю типа пчел так сказать ну ладно уж странная логика у создателей этой игры у астрагона значение астрагон то не создатели создатели игры этой игры стимулай студии смотрите кварталы вот эта башенка особо видимо наверное как точка протяжения этого района типа того в общем я боялся по поводу кассы то что когда ты будешь продавать тебе не дадут так быстро нажимать на кнопки как это было в 18 части но нет здесь можно очень быстро нажимать так я это делаю чтобы время экономить так раз два три вот так вот по фасту что делать так сказать фраза фразу которую я привык использовать от моего бывшего одноклассника да минутка непонятных фраз ой ёппер ст ну молодец чел просто молодец опять у нас так сраный это сраная громкая музыка не не котик дайте просто послушаю все равно приятного дала вот так и раз на остановке сейчас заткнется удачное место остановки чё тебе не нравится криво что ли вторая дверь слишком далеко в бордюре а вот эти 18 части так не жаривались на место остановки теперь прям жестко нужно жестко нужно в эту рамку встать ровно чтобы все этой игре понравилось уже три ёппер сутки мне кстати нравится что пассажиры маски носят это отсылка на сами знаете что я не буду словом это говорить но это просто хорошая фича кар кап или что-то кар это кап буковки такие прям красиво просто почему-то ладно проехали в общем окей больница у нас тут хоспитал так стопа мы кстати по второму кругу поехали да или нет мы по-моему начали на остановку на конзору сейчас она поход да так эти пандусы линька бабки липотом красивый пандус красивый пандус пандус с полом совпадает так держи чел как-то у меня лагает сегодня игрок в прошлой части был лучше ну что ж уберем наш бандусы порвляемся дальше я как понимаю конечную да и кстати ребята я забываю каждый раз наклонить автобус здесь конечно в настройках игры можно сделать так чтобы он автоматически наклонялся не нужно блок-клопку нажимать но я это выключил потому что так неинтересно я забываю автобус склонить каждый раз надо как-то с этим быть как-то сказать повнимательнее уже даже вроде более-менее лагать перестал вот кстати можно эти остановки на канзер вот были может по второму кругу едем так давай выходи точнее выезжай ну хоть странной анимации вы это видели ну типа допустим то есть она подъехала к краю и резко выбежала даже текстура провалилась 1 1 лейк анзер кстати я помню то что серия удивлялся как раз вот насчет маршрут и указатели почему он все время показывает особый рейс так вот дело в том то что когда ты сам из меню начинаешь управлять маршрутом он пишет особый рейс типа ты его водишь а когда ты перехватываешь на карте вот едет автобус ты у него перехватываешь управление NPC здесь написано уже остановка конечная вот это вот лейканзер так маршрут у нас окончен и так кстати так удобно мы закончили наш прекрасный маршрутец наш поездочку прямо около вот этого телевского дилерского салона где мы можем купить новый автобус себе но у нас на него денег нет даже на самый дешевый ну ладно продолжаем собственно покорять этот город вот так вот я сказанул проходить миссии пройдите по маршруту номер 3 между 10 и 12 часами вечера верите с джейти драйв а надо сейчас туда вернуться так стоп подождите джейти драйв это вот тут насколько я помню стоп перейти отсюда вот джейти драйв можно метку поставить типа доехать окей круто мы поехали по маршруту нам почему-то это не засчитали я надеюсь если мы сейчас вернемся джейти драйв нам это все-таки засчитает уйди-ка отсюда это не и не закончил парашюту нет нет не надо движение по маршруту вот кстати наши это наша работница наша водительница прокатится вместе с нами следующая остановка сам пабло and android пабло канал белуга кто знает кто знает то поймет короче но мы на это остановки останавливаемся так сейчас подожди в джетти драйв мы едем подожди ка какой еще сам пабло и андрей ты че охренел что ли я вообще-то джетти драйв хочу чел как как тебе как закрыть теперь потерял джетти драйв создает почему нет странно как-то было жить заворачиваем красиво тут ночью прямо однозначно красиво уже не выглядит так тепло здесь нет этих теплых тонов тонов как днем а то когда днем едет ездишь вот почему-то здесь все кажется как этот желтым теплым а не как-то было предыдущей игре нет уже говорю почему дело то что здесь в принципе графиками такая специально сделана такая теплая температура разметка желтая светофора желтые все желтые поэтому создается такой эффект так вот в общем поворотом наш джетти драйв замечательный почему кстати нас заставили вернуться именно на джетти драйв почему не на вот эту вот сам пабло и бла-бла-бла это же та остановка где наш гараж находится его твою мать чё это был ниже вроде красный был и я чего-то не понимаю очень гляблся и так знато на 1000 баксов так я вернулся я надеюсь мы сейчас засчитают все задания пожалуйста ничего и не засчитали в ее красоты хотя у нас почему-то пассажиры были здесь они просто катались не типа ладно что дальше мы вернулись как бы что им что-то не нравится ну блин чё движение по маршруту так ваш путевая метка активно а но это зачем это путевые метки писать что я не понял это странно что я не врубаюсь немножко что нам не зачитали а уважаемый дать на ситаре появимся в тот раз так сказать по очередности пока что будем о боже аич я я прямо этого появился в автобусе во время его движения то есть типа но типа рассказать то есть вы представляете это наша работница ваша водительница будет ведет автобус он едет спокойно по маршруту и тут я так исполнись в автобусе и сажусь прямо на нее начинаю вести автобус сам thanks прям картина маслом так сказать что-то тут пассажиры очень много говорят реально балклили понимаете давайте еще один группа маршруту проедемся раз мы заставили потому что нам почему-то реально не засчитали типу чё нам не засчитали просто поездку хотя я сделал все как собственно я просили остановка прямо за поворотом находится как же это не угодно ну естественно опять плохой мест для остановки на той же самой остановки здесь невозможно нормально остановиться ну потому что типа кто так делает остановки прямо за поворотом нахрена даже нельзя было расположить хотя бы вон там здесь кстати заметьте ты как-то закрыл нажимаешь кнопку закрытия двери сразу же начинаешь ехать дверь даже до конца не закрывается ты уже едешь дальше это тоже удобно понимаете и я молодец кстати я не туда завернул плату пройдемся замок а помимо по вот этому чайно там это же он да по ходу красивое место только у меня предлагает из-за всех вот этих освещений вывесок и машин переключусь резко на другую тему вы слышали что сейчас бабушка сказала там на заднем сиденье походу сказала есть ли у нее этот билет действительный вот здесь это сделано тупо специально чистое чтобы ты чтобы у тебя появились подозрения так сказать сус вот точнее вот так вот сус и просто среди дороги встал и проверил билет такой резко остановился так не понял кто тут не заплатил за поездку кто опасно проехать зайца и проверил билеты эти бабки так я немножко не тот билет выбрал вот это вот нам надо опа уже все по фасту делаю это сказать здесь без задачи обычно данную поездку 2 ой блин я тупой сачки так уважаемые зайцы вам повезло я в этот раз не буду билеты проверять мне лень тупо лень кстати лагать более-менее перестану вот как то здесь странно с оптимизацией я немножко этого не понимаю почему здесь то лагает то не лагает хотя у меня на самом деле всегда лагает часто говоря я думаю то что у меня этот новый басмотер 21 мой ноут будет тянуть точно так же как и в 18 часть но оказалось нет о нам сочетали маршрут ёпперс это наконец-то только мы его не можем сейчас закончить на принципе все-таки заверши паршрут а потом уже вернемся уже антидрайв мы не можем прям вот так вот взять все грозит сегодняшний пледной мне поездку один а стоп оооо достигну крест маршрута опа-на стоп подожди не завершился почему то сейчас все пассажиры должны выйти но они не выходят о боже так ну-ка подожди-ка куда мы место-то занял я вообще-то хотел в это вернуться в джетти драйв давайте пешком пройдемся в джетти драйв вот так вот друзья вот тут аркорщики почему-то дверь и задержка открывается типа ладно стоп а долго-то вообще идти нет, я передумал ну нафиг вот эту тупую затею пройтись пешком потому что я тоже сюда еду блин боже я идиот я я нажал начать движение по маршруту ладно, ничего страшного я надеюсь нам за это ничего не сделают в принципе то есть мы сейчас доедем просто до этого джетти драйва и все сможем продолжить миссию а вот как раз следующая остановка джетти драйв замечательно next stop джетти драйв ой ой-ё-о по РСТ тк надо мне поаккуратно как-то водить Свой замечательный Ситару Кей. Это я как какой-то маршрутчик московский 2008 года, который нарушает все возможные правила дорожного движения. Проезжает на красный, пропускает остановки и т.д. и т.п. Такс. Направо. Слушайте, как что-то идеально заворачивать? Вот, знаете, так как тут роль очень плавно возвращается на свое место, именно из-за этого ты прям идеально вписываешься в эту остановочку. А вы знаете, все тут хорошо сделано. Ну что ж, только что у него водитель с другом маршрутом говорит, что заболел, сможете его подменить. Да, без проблем. Кстати, если хотите узнать, когда пересечь автобус, просто взгляните на расписание, но это я уже знаю. Там, ну что, три старки, через 0 минут. Ах, да, стоп, это же он и есть. Что-то я тут тупанул, так сказать. Затупыч. А, ну можно маршрут закончить. И вот все... А, нет, не выходит. Точно. Сейчас наше место просто займет водитель вот этот. А, маршрут... Стоп, подожди. Стоп. У нас сейчас задание взаимодействия с расписанием на остановке. Ну, а я, типа, что делаю? Ну, хорошо, давайте снова с этим автобусом. То есть, он сейчас выехал, прошло 7 минут, он снова вернулся. А, вот. Маршрут 1, лайн-сеть 47, приедет через 2 минуты. Вот он наш красавец. Синенький такой прям. Здесь мы, кстати, в темное время сутка вообще каким-то кажется... Таким... Синим, как сумминки. Слушайте, это даже так красиво. Боже, я всегда с этого вору. Эм... Это замечательно. Знаете? Ты садишься сначала на кресло, а потом уже водитель поднимается. То есть, ты по факту садишься на водителя, а потом уже у нас под тебя вылезает. Это просто гениально. Так. Причем, как обычно, все освещение, мне оно вообще мать-ка не надо. Стоп, подожди, у нас маршрут-то выбросы, и надеюсь. Хотя бы. Нам нужен рут 1. Ладно, я надеюсь, что у нас он выброс уже. Открыти 1 Lake Ender Road, значит, мы фриспинг-панико не едем. Сейчас нам нужно просто пару остановочек проехать, потому что маршрут-то короткий. Там сейчас мужик говорил по телефону. Как понимаю, говорил типа, что купить и мусор вынести. Мы, кстати, собеседника не слышим, только снова вот этого чела. А то, что она в телефоне, говорят, не слышно. Опять зарплата. Слушайте, да это просто шикарно, как-то она очень часто. Я смотрю на ютубе, у других она была пореже. И уже 30 на 1000. На хрене, честно говоря. Это очень подбадривает и мотивирует на работу. На самом деле, какую-то я хрень сказал, потому что я в любом случае продолжу ездить. Естественно, я не брошу просто так автобусы. Я даже без зарплаты буду ездить. Вот. Ну, потому что, типа... Мне очень нравится эта игра, и мне очень нравятся эти маршруты все водить. Ездить по ним. Перевозить пассажиров. И я это не брошу. Ни в коем случае. Даже если зарплаты не будет. Я опять какую-то хрень сказал, потому что... Потому что я, наверное, даже... Ну, если, конечно, совсем зарплаты не будет, то я все-таки брошу. Потому что, типа, это не дело будет. Если я тут накатываю, надрачиваю эти круги, оплатить мне за это никто не будет. Но здесь такого, слава богу, нет. О, там красное дерево. Среди зеленых. В смысле у него просто... Листья красные. Может, это сакура, что ли? Я не знаю. Так, что у нас все лучше. Ой, самое быстрое. Это задание, которое проходили. Замечательно. Так, я сейчас считаю, что дарит мира. Покрыть открытый чайный таун, бла-бла-бла-бла. Каждый раз, когда проходит задание, открываются районы, покрытие автобуса, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, жж, давай, наша дорогая, поправляйся. К сожалению, мы пока что не знаем твоего имени. Замечательно. Замечательно. Бастоп. Парковка 2 часа с 9.30 до этого утра до 6 вечера. Окей. Так держать, получите зарплату. А, ну, ладно. Здесь вообще всего два задания. Значит, назначите вас ситару G на маршрут, чтобы увеличить доход. Порвайте автобусы на любом маршруте, пока не получите зарплату. А, нам выдали новый автобус. Ну, это шикарно. Значит, у нас на маршрут 3 назначен 1 автобус. Здесь на маршрут 1 тоже один автобус, а здесь не одного. Вот как раз сюда и назначен наш замечательный этот ситару. Mercedes-Benz ситару G. А, ребят, всё-таки он, это, гармошка. Окей, что-то я тут попал, когда сказал, что здесь-то не гармошка. Всё, как понимаю. Теперь нам нужно просто пропустить. Пока не приедет... Пока не приедет этот... Эм... Ситару G. А, нет, он же не приедет. Подождите, нам же... Он же не на этом нашу хруте. Нам нужно сделать вот так вот, я вспомнил. Нажимаем. Рут 2. Выйти в рейс. Mercedes-Benz ситару G. А, вот всё, нас переносит. Почему-то до этого не перенесло. Нам нужно теперь полностью завестись. Так вот, напустили. Автобус. Вырубаем свет, где надо. Открываем двери. Неудачное место остановки. Эй! Чё? Ты чё, хрене уже не? Как оно может быть неудачным? Ты нас сам так поставил. Допустим. Ладно. Здесь в этой игре очень много всяких допустим. Мы, кстати, можем несколько остановок апнуть. Давайте этим и займёмся. Или нет, пока не можем. Только вот эту остановку апнули и всё. А, ну ладно, больше не можем. Ну и хорошо. Блин, почему я с ним стою, господи. Обычный их, бла-бла-бла. Ой, сколько у тебя сдачи, боже мой, 17 долларов. Это же, это же просто дохрена. 17 долларов, по-моему, больше 1000 рублей. Пенсионный билет на поездку, 1, 2, 2, 2. Да, блин, опять что я люблю, бед. Я всё время убираю кассу. Хотя этого делать не нужно. У тебя вообще сдачи 18 долларов. Боже, да чё с вами не так? Вы все такие богатые. Конечно. Столько сдачи даёте? Мне нужно её разменивать каждый раз. Кстати, я так и не осмотрел. Нашу кармошечку, давайте этим займёмся. У нас тут телек. Нерабочий. И прям с потолка странно свисает. Типа ок. Много сидений довольно. Пол здесь как у этого мана. Такой нормальный автобус. Он, в принципе, точно такой же, как Ситару Кейт, только кармошка. Просто длиннее. И чуть-чуть другая компомога сидений может. А так всё. Тупо... Одинаковые автобусы. Вообще, именно Ситары, которые здесь есть, они очень мало чем отличаются. Звук у них вообще у всех одинаковые. И да, что касается звуков. В этой игре как-то... Очень плохо всё со звуками. Я вам позже расскажу, что я именно имею в виду. Так, следующий остановок у нас... Nimitz and Sea Drift. По-моему, мы на ней ещё не были. Мы ещё не водили этот второй маршрут. Именно сами по себе. Сам себе босс. О, боже, я сейчас... Этого... А, нет, и нормально остановился. Смотрите-ка. Я думаю, что я просто не успею затормозить. И вот сейчас я остановился точно так же, как в прошлый раз. Но, ребят, вы посмотрите. Нам не засчитали то, что плохая остановка. Сказали то, что отличное место для остановки. Я не понимаю, как это работает, если честно. Два. Как часто ты хочешь увидеть это? Два. Слышали, что там пассажир говорил. Два, два. Францисклова, тупая машина. Это просто я вот хотел услышать это объявление, потому что, ну, типа, прикольно. А это здесь тоже телефонный разговор. Типа, шел разговаривает с вот этим ботом, который такой. Чтобы открыть там какое-то меню, нажмите 1. Чтобы там сделать что-то там, нажмите 2. Вот так вот. Вы. И вот он разговаривает с этим ботом. И, видимо, этот бот очень тупой. Ему говоришь 2, 2, а он нихера не слышит. Ну, жиза. Почти. И опять мне удачное место до остановки. Хотя остается почти что так же, как кто-то с нами. Ну, может, просто не понравилось, потому что вот здесь, видите, у меня автобус не совсем ровно стоит. Видимо, для меня это прям очень такое серьезное внимание обращусь. Так, может, вы поняли, собственно, этот наш маршрут. Блин, вот мир говорит, я тоже, говорю, не закончил. Я запутался, короче, блин. Я сам говорю, продаю билеты при этом. Мир говорит, могла бы немножко подождать. Чё-то я запутался. Так, мы же сейчас можем завершить просто маршрут. Стоп. Но сейчас можно... Входы и выходы. Обеспечить сообщение с окут. Обеспечить сообщение с окут. Вот. Вот так вот. Кстати, первый раз вот так вот нормально смотрю на карту. А то что-то как-то я не обращал внимания. Вот многие говорят, что карта здесь намного больше, чем в Басной 3,18. Мне вообще так не кажется. Карта как карта. Здесь вообще районы малюсенькие, вот видите. Здесь совсем мало довольно остановочек. Их довольно много, точнее, остановок, но они расположены очень часто, прям за поворотом. Им нужно так вот петлять, петлять, бла-бла-бла. Это просто жесть. Как-то... Как-то неудобно. Это как прям мозглотранс делает, как я уже говорил. В общем, карта здесь, по-моему, не такая уж и большая, как все говорят. Ну... Она такая... Нормальная. При первом взгляде мне вообще казалось, что она очень маленькая. И намного меньше, даже чем в Басной 3,18. Но оказалось это не так. Ну что ж, нас просят создать новый маршрут уже наконец-то. Неужели мы поедем в какие-то новые места? Спрос. А, вот! Точно! Так вот как делается это. Балансированный маршрут. Типа обычная карта и спрос. То есть тут можно выбрать, оказывается. Я не знал. На остановках пассажиры либо заходят, либо уходят. Чтобы создать платежный маршрут, пассажирский спрос должен подтираем предложению в рамках маршрута. Для начала выбрать автобусную остановку в районе опыт фиолетовой остановочки. Давайте начнем с вот этой Мариды. Машка, так сказать. Марина. А, нас резко перебрасывает в этот Хайлендер Парк. Нам нужно теперь выбрать фиолетовую остановку. Вот эту давайте выберем. Стоп. Изучите спрос и расширите этот маршрут так, чтобы сбалансировать его и включить все нужные районы. В общем, это я уже знаю, как делать. Просто хочу вам быстренько рассказать. В общем, смотрите, какой-то прикол. Когда ты выбираешь фиолетовую остановку с обозначением минус 1. Это, значит, остановка, где пассажиры, как понимаю, выходят, да? И я могу путать. В общем, остановка фиолетовая там, где пассажиры выходят, а бирюзовая там, где они входят. Вот. И нам нужно сделать так, чтобы количество фиолетовых и голубых остановок на маршруте было одинаковым. Вот как здесь. Это маршрут, как видите, сбалансированный. Вот если у нас, например, будет одна бирюзовая и три фиолетовых, в том, что маршрут, видите, написано, не сбалансирован. Он будет функционировать с частичной нагрузкой при спросе 1. Почему при спросе 1? Ладно. Короче, теперь маршрут сбалансирован. Давайте назначим на него Ситару G автоматически. Теперь, как понимаю, нам нужна по нему проекция, да? Да. Маршрут 4. Выйти в рейс. Давайте слово на Ситаре. Оно мне очень нравится. Ситаре. Так. Извините, убранный автобус. А, нет, подожди. А. Знаете что? А, хотя, давайте новый автобус купим. Это же можно сделать прямо здесь, как понимаю, да? Я до этого думал, что нужно каждый раз съездить в этот стилистский салон, чтобы купить новый автобус, но оказывается нет. Новый автобус можно купить и здесь, да? Ну да. А, или нет, подожди. А, ага. Я понял. То есть здесь можно купить другой автобус, только вот этой модели конкретной, которая сейчас выбрана. И можно, кстати, вот тут же настраивать. Не обязательно ехать. Вот эту покрасочную. Это просто сделано для реализма. Вот эта покрасочная и делеский салон. Просто, чтобы было круто. Реалистично. Чтобы ты ездил, красил, покупал мой автобус и всё такое. Так, подожди-ка, как это, блин, уйди. Давайте купим ещё один Мэн. Мне он очень нравится. Шикарный автобус. Знаете, что я придумал? Я это хотел сделать с начала этой серии. Давайте поставим на него вот это. О да, друзья. О, ГБТ-автобус. Просто замечательно. Принуть изменения. Минус 1000 евро. Я надеюсь, что это евро. Всё, у нас теперь есть новый этот Ман. Так. Как нам теперь выбрать мой шут? Точнее, как-то назначить на него автобус. Вот я как понимаю. Давайте на самом деле назначим этот Ман. А, мы тут можем выбрать, какой именно назначить. Вот так вот, да. Принять дополнительный автобус час пик. Ну, это понятно и так. То есть, можно назначать автобус, который идёт всё время. Вот, как видите, с 4 утра до полуночи. И автобусы, которые входят в определённые часы пик. И, кстати, для каждого маршрута этот час пик разный. Здесь вот всё крайне понятно. Вот эта верхняя плашка. И вот, честно, я так сам не разобрался. Вот это, типа, что? Что здесь надо делать? Значит, прибытие 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 5. Время ожидания, время за рудём. Ага. Стоп. То есть, это получается, что... А, мы можем выбрать... Вот это... Единственное, что мы здесь можем изменять, это... Типа, сколько мы будем на остановке стоять? Там, одну минуту, две? А, это нам не надо. Не дай бог. Всегда вовремя какое-то новое достижение. Можем быстро выпрямить, что... Оно означает... Вы рулите. Спасибо. Спасибо. Проехать... Ещё проехать... С... Слалу. Что? Не задержит ни одного дорожного колеса. Ам... Странно написано. Так. Где это достижение-то, которое мы только что получили? Почему-то нету. Ладно. Сейчас надо проверить, назначили ли у нас на каждый маршрут хотя бы по одному автобусу. Нет. Нам нужно... А, стоп. Подожди, на первый назначен? Нет, на первый вообще никакой автобус не назначен. Давайте вот этот шикарный ман. Вот первый, как видите, уже занят, а вот этот ещё нет. Так, принять. Всё, теперь назначен. Всё, теперь назначен. Теперь у нас есть по автобусу на каждом маршруте. И, кстати... Так, давайте на самом деле сделаем автобус на весь день. И потом уже, когда у нас будут другие автобусы, будем их ставить на час пик. Так, чтобы был больше доход. Всё, теперь, как я понимаю, мы всё назначили. Всё сделали как надо. Теперь нам до получения зарплат остается проехать вот этот новый маршрут, который мы только что создали. Но это я уже, полагаю, сделаю в следующей серии. Ладно, друзья. Давайте, пожалуй, это закончим. Мы сегодня, кстати, по большей части ночью катались. Вся часть серии уже тогда будем днём. Или рано утром. Посмотрим. Как я захочу. Как моя хотелка захочет. Ну, а пока что всё. С вами был я, Букрипер Лайв. Подписывайтесь на канал, друзья. Продолжайте смотреть мое прохождение этой замечательной игры. Бас Семья 3.21. Спасибо огромное тем, кто уже смотрит. И тем, кто будет смотреть начиная с этого видео. Всё. С вами был Букрипер Лайв. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok